В Доме правительства обсудили меры по противодействию наркомании, как в республике борются с угрозой национальной безопасности и что поможет поставить заслон преступлением. Подробности у Дмитрия Ковалева. Пресечено порядка 300 преступных фактов. Из незаконного оборота изъято свыше 10 килограммов психотропных веществ. В этом году реальные сроки получили члены ряда ОПГ, перекрытый канал избыта. Спокойной жизни распространителям наркотиков в республике не обещают. 31 января текущего года окончено предварительным расслевом главного дела в отношении к преступным сообществам в составе 20 участников, совершивших 73 особо тяжких наркопроступления, и организованной группой в отношении трех лиц, совершивших 52 особо тяжких преступления. 26 апреля этого года в городе Чебоксарск судом вынесен обвиненный приговор в отношении участников преступных сообществ в составе 15 граждан Украины и 6 граждан России. Они признаны виновными в совершении 156 преступлений и приговорены к лишению свободы на срок от 9 до 12 лет. Здесь мы должны тоже страх наводить. Все эти нарушители, все эти распространители сегодня выявляются на территории Чебоксарской республики и привлекаются они к ответственности. Расслабляться не следует. Наркотики все чаще реализуют через интернет. В группе риска молодые люди, особенно студенты вузов. Стремясь заработать легкие деньги, они становятся распространителями психотропных веществ. Незаконный бизнес вовлекают и подростков. Мы каждый день фиксируем рост числа совершивших преступлений у нас на 13,6% среди несовершеннолетних. Они воруют в магазинах у нас. Мы каждый день ловим их. Это что, заработок в этом плане? Это просто беда. Есть риски, есть угрозы среди несовершеннолетних, потому что их вовлекают. Есть мотивация. Отдельные зарабатывают хорошие средства по разным схемам. И с этой точки зрения мы не имеем права терять бдительность. И все силы, все средства, и человеческие, и моральные, и материальные, должны быть направлены на борьбу с этим злом. Уже в сельских районах идет распространение. Значит, есть люди, есть там, которые занимаются этими интересными делами, кавычки говорю. И это уже целая проблема. Гарантий же нет, что в соседнем сельском районе тоже не появится. Но тревожные звонки порой поступают слишком поздно. Часто подростков, вовлеченных в наркобизнес, ловят с поличным. Хотя преступные факты можно было и пресечь. Профилактика выходит на первый план. Главную роль отводят школам и колледжам. В настоящее время наркотические посты созданы в 412 школах республики. Еще 16 действуют на базе техникумов и колледжей. Целью работы наркопостов являются первичные профилактики социально-негативных явлений в сфере обучающихся с помощью организации простудительской работы. Наиболее одним из масштабных и массовых мероприятий в сфере профилактики с двух проблем наркописиотерапевными веществами является республиканская акция «Молодежь за здоровье и образ жизни». Проведено более 10 тысяч мероприятий в школах, во всех учебных заведениях. Учителя, директора школы должны работать над этими вопросами вместе с нами, значит. И с этой точки зрения работы здесь очень много еще впереди. В борьбе с нарко-угрозой возрастает и роль трудовой реабилитации. В МВД Чувашии предлагают опробировать и опыт других субъектов. На наш взгляд заслуживает внимание опробирование. В Казани модель целенаправленно трудоустройства. Нам не нужна масштаба таких денежных средств, которые там нужны. Порой некоторая работа, она не деньгами сопряжена. Новые модели профилактики и эффективное взаимодействие заинтересованных сторон должны помочь поставить крепкий барьер нарко-угрозе. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.